МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доверчивый мужчина поверил, но также был обманут. Попадаются люди и на старые уловки, неизвестные представляются родственниками и просят деньги в долг. Многие горожане свои деньги теряли с банковских карт. Все мы пользуемся, в массе своей пользуемся услугами мобильного банка. И надо понимать, что банковская карта, что ваш телефон с данными смс-сообщениями либо приложениями онлайн-банка различных банков, это ваши деньги, и к этому надо относиться очень ответственно. То есть телефоны должны быть, понятно, запаролены, телефоны надо беречь. Актуальное мошенничество приходит смс-текстом, что ваша карта заблокирована или одобрен платеж. Тексты меняются, но суть одна. Потерпевший перезванивает по номеру, мошенники ему указывают на проведение различных манипуляций, жертвы неприкосновенно все выполняют и остаются без денег. В данном случае, если вам поступает какое-то смс-сообщение, либо вам напрямую звонит человек, который представляется работником банка, что что-то происходит с вашей банской картой, единственным верным решением в данном случае будет в кратчайшие сроки обратиться в офис вашего банка, к оператору и сказать, мне поступило смс-сообщение, мне поступил такой-то звонок, что у меня происходит, скажите мне, объясните. Полицейские настоятельно рекомендуют быть крайне бдительными. За минувший год в ОМВД Северодвинска поступило около 400 заявлений от жертв мошенников. К слову, раскрываемость таких преступлений минимальная. По словам полицейских, в основном мошенники орудуют в других областях или из мест лишения свободы. В Северодвинске разыскивается 37-летний Владимир Ившин. Мужчина ушел из дома 30 января около 10 утра. Дальнейшая его судьба неизвестна. На вид мужчине 35 лет, худощавого телосложения, волосы черные. Был одет в голубую куртку с серым капюшоном, черные брюки и кроссовки. При себе имел большую темную сумку. Все, кто знает местонахождение Владимира Ившина, полицейские просят сообщить по номерам на экране. В Северодвинске разыскивается похититель кассы из магазина. На этих кадрах злоумышленник разбивает стекло входной двери на Ломоносова, 16. На преступление пошел ночью 22 ноября прошлого года. Мужчина проник в магазин и вынес оттуда кассу. Убежав с места преступления, злоумышленник ее открыл. Она оказалась пустой. Все, кто владеет какой-либо информацией о преступнике, полицейские просят сообщить по номерам. На экране анонимность гарантируется.